Идущие на профит, приветствую тебя, привет, друзья, там и господа, рад вас, как видите, лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, 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 начинаем, сегодня 21 сентября, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам, но в первую очередь я хочу вам порекомендовать телеграм-бот, в который объединяет покупателей и продавцов, где можно обменять криптовалюту, а также выставить свои объявления по нужной вам цене. Начинаем, 21 сентября, сегодня биткоин, да, у нас, влатильности практически нету, вчера что-то ждали от ФРС, да чего он даст ФРС, ничего не даст, ну, вышел, поговорил, толку мало, легче ждать просто от 26800, то есть от 2680, это профиль объема, на всех обиджах разных, где-то 25800, где-то 26100, 2650, например, вот на этой бидже 26, даже 2680. Короче, десятки у нас до сих пор не тронуты 2789, их я ожидаю, что их все-таки возьмут, интересно, лимит, кстати, на бестампе, вчера сказал, ничего интересного на бестампе нет, ну, присмотрелся, есть тут лимитка, такие лимитки часто очень заранее предупреждают нас о том, что высота будет взята, ну, например, 17000, если посмотреть, здесь выставили лимитку, да, заранее на 17500, взяли, далее, ну, это я только говорю про верхние лимитки. Выставили здесь лимитку 25100, взяли, выставили 26 лимитку, взяли, где тут еще, блин, почему не двигается-то, ну, короче, вот сверху взяли лимитку, тут вот коснулись, да, 31800, очень плотная лимитка была, ее только коснулись, вот, ну, и тут выложили лимитку 28358, я думаю, что ее возьмем. На остальных биржах ничего интересного, ну, опять же, на финке вот тут что-то установили, 28200 тоже, вот, 27700 тут в самом скоплении, но ничего плотного, хотя нет, вот какие-то лимитки, ну, единственное, знаете, что меня напрягает? Вот эти фантомные лимитки на 3300, да, которые у нас двигаются, если посмотреть, там, ну, большой диапазон, не знаю, там, несколько дней, вот, да, фантомные лимитки всегда берутся, по крайней мере, на фьючерсах Binance, вот мы видим, здесь фантомные лимитки взяли, ну, фантомные, это я имею в виду бот, видите, он снимает их и двигает за ценой, вот, раз мы взяли тут, два мы взяли эти фантомные лимитки, здесь взяли эти лимитки, которые двигаются за ценой, тут мы брали лимитки, ну, здесь вот даже не дошли, чуть-чуть коснулись, но мы потом их вот здесь вот позже взяли, потом, вот тут вот фантомы мы видим, раз лимитки, два лимитки, тут вот фантомные лимитки, поэтому, ну, есть такое предположение, что их возьмем, в принципе, на 3300, да, опять же, постоянно снижается, то есть, если вы здесь, вот, не было понятно, как его будут брать на 31800, вот, ну, видите, лимитки постоянно снижаются, поэтому есть шанс, что к тому времени, когда мы будем брать, они будут уже где-нибудь на 2700, а это вообще достаточно реально. Такс, 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 ну, в принципе, по споту ничего интересного нету, по фьючерсам тоже ничего, по рубасику, опять же, ждем образования зажима, если таково будет, то есть, если мы убедимся, что цену зажимают, можно ждать кульмина, хотя, с другой стороны, кульминация, это может она, если вот такая будет линия контроля, если, например, с текущим мы по рублю пойдем, то кульминация уже была, и, по сути, все, что надо ждать, приход к 95 рублей, отбой, и вот сюда вот, на 92, в принципе, ну, что-то такое, вот, если этот зажим начнет отрабатывать, но по двум касаниям не строят, поэтому я вот так вот оставлю, но полноценным зажимом это назвать пока что нельзя, по рубасику ждем. Такс, давайте почитаем комментарии, пример был из-за прогноз, пожалуйста, 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 отец на свинье катался, ноги парализовал, бывает такое, если живете в сельской местности, аккуратнее на свиньях катайтесь, чтобы себе что-нибудь не повредить. Добрый день, по монетке MX можете высказаться? Не знаю, какое-то говно на лопате, если честно, ничего тут интересного нету, вот если еще тут был зажим, интересный такой, да, вот такой зажим, раз касание, два касания, три касания, приход, первичное сопротивление чуть-чуть не дошли, ну, тут вроде как с натяжкой можно назвать тестом отбой, ну, в принципе, тут надо либо какую-то форму новую ждать, там, например, разворота, либо дальнейшее просто падение, сейчас скажу докуда, вот до сюда, вот, да ё-моё, да что такое, вот, вот до сюда. АВ пошел вверх или это норма? АВ, отбой от третьего касания, если не ошибаюсь, отбой от третьего касания, где тут побольше график? Поби Нансова, вот такой вот, по идее, но опять же, так, не от третьего касания, а от третьего касания, если вот эту вот мы бы структуру от этой считались, но у нас тут раз касание, два касания, тут что, перелой? Перелой не было, третье касание, да? По идее, на четвертый мы должны делать пробой. Ну, скорее всего, куда-то выше сильно не дадут, будем сползать у этого четвертого касания, будет, ну, хотя я уже сколько говорю про это, АВ, вниз, вниз. Ещё можно предположить тут, как бы вот, но тут тоже уже, смотря откуда брать, если отсюда брать, раз, два, три, четыре, ну, это что-то явно где-то ошибка здесь в разгоне, вот это вот, откуда брать, если отсюда брать, раз, два, три, тут, конечно, может, по идее, случиться вот такое что-то, да, на соточку. Но опять же, если брать одинаковый зажим, например, в одном диапазоне, точнее, зажимы в одном и том же диапазоне, я склоняюсь всегда к тому, кто больше, он, как бы, более, на него, в общем, надо смотреть, более перспективно, всегда на большем тайминге, который зажим. Благодарим, марс чей, лайк, колокольчик, всё, лайки, подписчики, колокольчик, до новых встреч, да пребудет с вами прибыль, пока-пока, полезные ссылочки в описании, до свидания.